Почти 70 моделей и лекарства от зимней скуки. Всем привет! С вами Женя, магазин пряжи Айнитки. И сегодня я познакомлю вас с журналом Лана Гросса, Филати номер 66. Давайте пройдем в куб и посмотрим модели, которые можно связать в этом журнале. Итак, давайте приступим к обзору журнала Филати номер 66. И сразу же здесь видим разноплановые модели из разных видов пряжи с необычными сочетаниями цветов и фактур. Первая модель, которую мы здесь видим, это палантин, связанный из пряжи Кул Мерина. Молочный цвет. У нас есть в палитре этот оттенок. Базовый, нежный, приятный. Здесь создает ощущение легкости, непринужденности. Это же ощущение поддерживает и джемпер, связанный с похожими элементами, с вытянутыми петлями. И этот комплект в стиле Боха очень нежный, женственный, при этом теплый, легкий. Отлично подходит для холодного сезона. На палантин, например, связанный из пряжи Кул Мерина, вам понадобится 9 мотков. И стоимость его составит 9405 рублей. А такой кардиган, связанный платочной вязкой плюс узор резинка, можно связать, например, из пряжи Софио Кашемир от бренда Лейнс Дюнорд. Это нежная, мягкая, объемная цепочка. Ваш кардиган будет достаточно легким по весу, при этом воздушным, теплым. И на такой кардиган вам понадобится 16 мотков. Стоимость его составит 9440 рублей. А шарф двухцветный можно связать из объемной толстой пряжи, например, Натуры от бренда Ланагата. Я подобрала для вас сочетание не такое, как в оригинале, хотя можно собрать и более базовое. Но если хочется поиграть с цветами, то можно соединить холодный голубой оттенок с теплым бежевым. Получится уютное, приятное и достаточно тоже базовое сочетание. На такой шарф вам понадобится 7 мотков пряжи Натура и стоимость его составит 3500 рублей. Эта модель, невозможно просто не обратить на нее внимание, она сразу же становится центром и одним из, мне кажется, одной из изюминок этого журнала. Кардиган связан из двух видов пряжи, резинкой связана часть из пряжи Кулмерина, а рукава это пряжа Коко от бренда Лана Гросса. Можно выбрать любое цветовое сочетание. Я вам собрала вот такие варианты Кулмерина плюс Коко. Смотрите, глубокий, насыщенный синий, а в Коко мы видим небольшие отступления от темного цвета, чуть более светлые букляшки. Получается очень красиво, при этом глубоко, насыщенно. Будет просто роскошный кардиган, привлекающий внимание окружающих. На такую модель вам понадобится 6 мотков пряжи Кулмерина и 4 мотка пряжи Коко. Стоимость его составит 9930 рублей. А справа мы видим комплект из пряжи новинки этого сезона. Это пряжа Бафи, сезонная коллекция от бренда Лана Гросса. У нас в палитре несколько оттенков, как базовых, строгих. Как и здесь мы видим тоже сочетание черного с белым. Я вот подобрала вам серый с нежным, с молочным. Так и можно поиграть, выбрать какой-то яркий оттенок. Будет изделие более игривое. Здесь мы видим джемпер, связанный из этой пряжи с высоким воротником и застежкой молний, а также шарф. Можете связать комплект или одно из понравившихся вам изделий. На шарф вам понадобится 4 мотка и стоимость его составит 4700 рублей. А на этот пулловер понадобится 5 мотков и его стоимость будет 5875 рублей. А такой пулловер с вырезом лодочкой можно связать из пряжи альпака Natural Colors от бренда Катя. Я вам собрала сочетание светло-светло-серого с графитовым серым. Смотрится органично и подойдет под любой базовый образ. Далее серую тему поддерживает Авиа. Это пряжа, которую мы уже полюбили в этом сезоне. Связали из нее уже ни одно изделие, как аксессуары, так и большие плечевые. И здесь, посмотрите, пальто с карманами, с простым достаточно кроем. Связано из серого оттенка этой пряжи. Такой цвет у нас тоже есть в наличии. Получится базовое, очень классное, теплое, легкое изделие. Весом всего 350 граммов на 42 размер. Это 7 мотков пряжи. И по стоимости такой кардиган составит 8 225 рублей. Идем дальше. И здесь мы видим пулловер, связанный из пряжи Кулмерина Принт. У нас совсем недавно пришла аналогичная пряжа Кулмерина Деграде. Здесь мы видим плавный переход в холодных оттенках. И, конечно же, из такой пряжи этот джемпер будет выглядеть просто роскошно. Это нежная мериносовая цепочка, тоже очень легкая. И джемпер получится объемным, легким, не чересчур жарким, но при этом согреет вас зимой и осенью. Далее акцентный из толстой пряжи связанный жакет, который в застежке имеет только пуговицу. Здесь достаточно свободный силуэт. Можно связать из любой крупной толстой пряжи. У нас сейчас в наличии огромное количество ровницы, которая подойдет для такой модели. Здесь мы видим, опять использовано сочетание двух цветов. И можно вернуться к пряже, которую я вам уже показывала. Это Катя Air Alpaca Natural Colors. Прекрасное будет сочетание для такого джемпера. Здесь мы видим модель, связанную из двух цветов. Причем цвета использованы совершенно по-разному. Плюс застежка-молния делает эту модель одновременно и женственной, и спортивной. Далее видим шарф, связанный косами с использованием, опять же, легкой пряжи. Можно также ее связать из пряжи Катя, которую я вам показывала в предыдущих моделях. Ну, а здесь кардиган. Любой журнал зимнего сезона, да и не только зимнего, обязательно будет насыщен несколькими моделями кардиганов. Это базовая вещь, которая, конечно, должна быть в каждом гардеробе. Ну, а здесь использована пряжа достаточно объемная. Кстати, можно связать эту модель из новинки нашей. Это пряжа Чанки Деграде от бренда Лейнс Ду Норт. У вас получится плавный, мягкий переход от нежно-молочного к голубому. Или, например, если вы готовы к цветовым экспериментам, то можете связать вот такой вот яркий кардиган, который будет сочетать в себе несколько оттенков зеленого. А эта модель использует сочетание пушистой и объемной пряжи. И на контрасте использована гладкая цепочка мериносовая. А также здесь, конечно, сочетание цветов. Можно использовать классический белый с черным. Или, например, можно собрать сочетание ярких цветов и сделать это изделие просто незабываемым. А сейчас мы переходим к разделу журнала, где будут представлены яркие акцентные тренды этого сезона. И сейчас посмотрим, что же нам предлагает Лана Гросса. Начинается все с сочетания цветов. Здесь мы видим, можно сказать, смешение всего со всем. Здесь и фисташковые цвета, и ярко-красные, и лиловые. И все это обрамлено нежным оранжевым цветом. Необычное сочетание, которое делает простой аксессуар яркой акцентной деталью вашего образа. Ну и как обойтись без колор-блока, без использования больших цветовых площадей в одном изделии. Здесь достаточно нежное сочетание приятного желтого с розовым, и все это объединено молочным цветом. Далее объемный воздушный джемпер, связанный из нежной пушистой пряжи. Такой, например, можно связать из нашего любимчика, пряжа Сета Сури. Если взять ее в две ниточки, то получится прекрасный аналог оригинальной пряжи, из которой связана эта модель. При этом количество цветов в палитре Сета Сури удивляет, восхищает, и вы можете подобрать любой цвет под ваше настроение. Ну, а справа мы видим яркий акцентный комплект из шапки и шарфа. И такой комплект я предлагаю вам связать из пряжи Папа Гала. Здесь у нас будут плавные переходы цветов, сочетание в одном мотке совершенно разных оттенков привлекает к себе внимание и делает эти модели изюминкой вашего образа. А далее, опять же, шарф, опять же, Папа Гала. Здесь у нас оттенок 004 использован в этой модели. Мы видим комплект из длинного объемного шарфа, связанного резинкой, и варежек. Это будут очень легкие, объемные, достаточно теплые варежки. И, конечно, такой комплект развеселит любой ваш образ. А эту модель, пулловер с воротником, можно связать из пряжи Сури Альпака. Я подобрала яркий, кричащий, можно сказать, морковный цвет, для того, чтобы изделие было максимально в хорошем смысле вызывающим, чтобы на вас обращали внимание, потому что этот джемпер просто невозможно обойти стороной и оторвать от него взгляд. Цвет очень красивый, и здесь самая простая модель превращается в акцентную и центровую в образе. Конечно, можно подобрать монохром и сделать комплект, как мы видим, на модели с такими же яркими брюками. Но это вообще будет цветовая бомба, такой заряд положительных эмоций, когда вокруг все серо-белое, как у нас осенью и зимой. Ну, а здесь опять же кардиган и опять же сочетание нескольких цветов в одной модели. Здесь использованы базовые цвета, здесь нет каких-то ярких вызывающих сочетаний. Такой кардиган можно вписать в любой базовый гардероб, носить его как с водолазкой, брюками, так и, например, с платьями или даже с джинсами, почему бы и нет. Справа же мы видим пуловер, женственный, связанный круглой кокеткой, один из любимых кроев, который используется в вязаных изделиях. И такой пуловер я предлагаю вам связать из пряжи Софио Кашемир, которую я уже показывала, он здесь более такой холодный оттенок, будет очень легкое, теплое, нежное изделие. здесь мы видим альпаковый пуловер, опять же, можно связать из пряжи альпака от Кати, которую я вам уже показывала, и сочетание цветов подобрать какое-нибудь базовое или, может быть, более яркое и акцентное. А здесь продолжение сочетания ярких цветов плюс объемная пряжа. Такой кардиган свяжется быстро и будет радовать вас этой зимой. Продолжая тему нескольких цветов, здесь мы видим сочетание трех цветов пряжи Бриджит номер три и здесь уже классические полоски, такой прием, который достаточно часто используется в изделиях. Можно выбрать сочетание яркое, например, использовать такие цвета, а можно сделать что-то более спокойное, если вам не хочется ярких акцентов. Например, сочетать цвета теплой гаммы в одном изделии будет более базовый такой вариант, при этом тоже очень красивый, насыщенный и будет греть вас весь предстоящий сезон. На такой кардиган вам понадобится 20 мотков пряжи Бриджит, стоимость его составит 18300 рублей. А здесь мы видим необычный узор, квадраты и такой буловер также можно связать из пряжи Софио Кашемир, которую я вам уже показывала, для того, чтобы сделать его легким и объемным. здесь мы возвращаемся к истории про ровницу, про пряжу пушистую, легкую, расслабленную, достаточно крупную. Опять же, можно использовать ту пряжу, которую я вам уже показывала. Это чанки деграде и связать из буквально трех мотков такой прекрасный буловер. А это у нас модель с обложки. Конечно, невозможно оторвать взгляд, невозможно не начать придумывать разные сочетания трех цветов. И я вам предлагаю такой буловер связать из пряжи Бриджит номер 3. Здесь у меня сразу же просто собирается несколько вариантов сочетаний. Например, яркие акцентные можно собрать что-то более базовое, сделать буловер таким более спокойным. Ну, а еще, конечно же, наша любимая сета сурри, которую мы вяжем в две ниточки. И здесь можно собрать близкое к оригинальному сочетанию для того, чтобы ваш джемпер стал центром внимания. кардиган выполненный из нескольких цветов пряжи Альпака Эйр. Также можно подобрать под эту модель любую гладкую или пушистую пряжу. Здесь выбирайте какой именно эффект вы хотите получить от вашего кардигана и смело сочетайте совершенно разные цвета. Модель, о которой я уже говорила, палантин связанный из нескольких цветов. Здесь можно также использовать и какие-то другие сочетания, но вот необычная геометричная форма линии здесь подчеркивает вот эту контрастность, яркость. Конечно же это просто будет центр вашего гардероба в этом сезоне. А здесь знакомая и любимая нам пряжа кулмерина мериносовая цепочка легкая и объемная сделает этот кардиган чуть более легким чем мы привыкли из классической пряжи поэтому конечно же очень здорово на большие объемные вещи использовать именно пряжу цепочку ну и сочетание нескольких цветов тоже можно собрать совершенно разные а если вам хочется поиграть с цветом то обратите внимание на эту модель здесь использована принтованная пряжа также мы можем выбрать например пряжу которую я уже показывала это папагала в сочетании нескольких цветов а также здесь использованы спущенные петли петли различные варианты узора для того чтобы сделать изделие еще более визуально сложным и притягивающим взгляд и теперь поиграем не только с цветом но и с толщиной пряжи это пряжа конфетти новинка от лана гросса в этом сезоне и посмотрите что из нее можно связать в первую очередь конечно для нас она оказалась пряжей на шапке вот здесь мы видим модель связанную из одного мотка на такую шапочку вам понадобится всего лишь 100 граммов и это будет максимально быстрый проект вяжется она буквально за один вечер а у кого-то даже и за полвечера а на снут вам понадобится два моточка такой пряжи если же вы захотите связать что-то большее то можно даже выбрать жилет или целый объемный пуловер на такой пуловер вам понадобится 7 мотков пряжи конфетти или если вам хочется чего-то более спокойного то можно использовать пряжу чанки деграде она потоньше но тоже прекрасно подойдет на такой большой объемный пуловер немножко успокаиваемся приземляемся возвращаемся к однотонным моделям здесь у нас альпаковый пуловер с широкими рукавами очень объемный очень комфортный очень женственный ну и конечно нельзя просто нельзя обойти вниманием этот палантин смотрите какой узор выполнен здесь из контрастной пряжи я вам уже показывала сегодня сочетание двух цветов можно использовать его а можно выбрать какое-то другое сочетание из палитры пряжи Катя Air Alpaca Natural Colors на такой палантин вам понадобится 5 мотков основного цвета и 1 моток контрастного стоимость его составит 6810 рублей эту модель мы сразу же заприметили как одну из самых интересных в этом журнале мы очень любим плавные переходы очень любим как ложится пряжа сетасури в плавный градиент она связана здесь по две ниточки что позволяет растянуть этот цвет и сделать максимально плавным именно переход от нежного молочного к яркому оранжевому используем три цвета этой пряжи невероятно красивый получится кардиган из нее на такой кардиган вам понадобится 12 мотков пряжи сетасури и стоимость его составит 12 тысяч 540 рублей а если вы добавите еще один цвет то сможете связать такой вот яркий красивый и очень нежный и легкий шарф из той же сетасури опять возвращаемся к кальпаковым изделиям и здесь можно связать целый комплект из пуловера с коротким рукавом до локтя рукав здесь реглан достаточно простая модель достаточно быстро и легко свяжется ну а если вы хотите сделать образ более интересным и незабываемым можно дополнить его вот такой накидкой опять же использовать можно пряжу от Катя Альпака Air Natural Colors которую я вам уже показывала и это будет очень уютная и нежная модель здесь пряжа которую мы уже видели это Баффи я вам показывала ее в одном цвете но если вы хотите сделать изделие ярким интересным полосатым веселым то можно использовать несколько оттенков в одном пуловере как мы видим здесь простая базовая модель никаких лишних узоров ничего необычного но здесь сочетание нескольких цветов и так достаточно акцентной пряжи создает настроение модели и делает ее очень необычной справа мы видим пуловер в котором использована не только пряжа Баффи вот здесь она у нас вывязана полосками но и другая пряжа акцентная кстати это также можно сделать сочетанием Баффи с альпакой от Кати они прекрасно друг с другом подружатся в одном изделии здесь опять любимое сочетание плечевого изделия с шарфом в тон связанным из той же пряжи такой монохромный комплект сделает очень акцентным образ при этом утеплеет вас конечно же то есть шарф большой объемный это всегда помощник в холодную погоду а справа мы видим изделие из пряжи коко это букле которое я вам уже сегодня показывала в сочетании с пряжей кулмерина здесь же пуловер связан полностью из этой пряжи на такое изделие вам понадобится 10 мотков пряжи коко и стоимость его составит 9150 рублей листаем дальше и видим сочетание нескольких цветов в одном изделии можно использовать совершенно разную пряжу например носочную и если вы не хотите заморачиваться со сменой цвета можете взять секционную пряжу и получить примерно тот же эффект конечно как всегда жилет одна из базовых изделий которая всегда есть в зимнем гардеробе можно его связать из любой объемной нежной теплой пряжи для того чтобы он грел вас и составлял интересные комплекты с вашими водолазками рубашками футболками тем что вы любите носить здесь опять пушистая пряжа опять объем опять легкость можно связать такой джемпер например из пряжи бриджей тоже уже показывала вам нужно выбрать сочетание нежных цветов или что-то яркое контрастное выбирайте под ваше настроение опять опять же мы можем использовать принтованный вариант пряжи катя air alpaca natural colors и сделать ваше изделие более ярким интересным незабываемым справа мы видим джемпер связанный из пряжи бриджит и здесь тот же эффект который был в кардигане из сетасури связан в две ниточки для того чтобы плавно растянуть градиент используя несколько цветов пряжи в одном изделии если вы хотите максимально утеплиться то можете связать полупальто здесь оно с застежкой молнии и интересными деталями по всему полотну изделия связано платочной вязкой можно использовать например толстую ровницу чанки теграде которую я вам уже показывала это будет очень объемно очень тепло и конечно же очень красиво а эту пряжу мы уже тоже полюбили и в начале журнала мы видели базовый серый цвет в исполнении авиа а сейчас у нас сочетание ярких цветов я вам предлагаю вот такое красивое сочетание в холодных тонах очень нежный дымчатый синий голубой цвет с вот таким цветом сирене который к середине моточка становится более насыщенным темным такой пуловер конечно же согреет вас этой зимой и порадует сочетанием цветов и опять же пушистики опять легкие объемные вещи и здесь сочетание шарфа с плечевым изделием точно так же можно использовать пряжу бриджит которую я вам уже показывала и связать из нее прекрасный джемперс укороченной линии низа при этом объемными большими рукавами и длинным длинным шарфом который можно будет закутаться сохраняя тепло здесь мы видим кардиган связанный из альпаковой пряжи прекрасно подойдет пряжа от Кати которую я вам показывала здесь ничего лишнего простая гладь но при этом интересно связанные карманы с платочной вязкой по клапанам это скорее декоративная деталь вряд ли вы будете складывать эти карманы что-то но они создают такую необычную изюминку для этой модели и последний кардиган связанный из двух видов пряжи здесь у нас опять же выполнена из объемной пушистой пряжи можно использовать ту же Катю которую я вам уже показывала плюс однотонную половину можно связать из более светлой пряжи или из более темной смотря какой какой цвет вы захотите подчеркнуть и сделать основным вашим изделием такой получился обзор надеюсь вам понравились модели из этого журнала делитесь в комментариях что бы вы хотели связать из пилати номер 66 все товары из этого видео вы можете посмотреть по ссылкам в описании к ролику с вами была Женя магазин пряжи айнитки всем приятного вязания